Мэр Читы, господин Михалёв, предложил отстреливать бомжей. Впрочем, вскоре он оговорился и попросил считать его предложение шуткой. Но иногда кажется, что в шутках можно дойти далеко. Может быть, шутки ради предложить сделать самого мэра бомжом и далее по тексту. Нет, конечно, я совершенно не кровожаден, но вот то, что мэр совершенно не одинок, не очевидно. Можно услышать часто из уст самых разных людей. И я думаю, что это просто распространенная точка зрения. Давайте уберем этих злосмрадных тварей с улиц наших городов. Уничтожить? Пожалуйста. Почему бы не уничтожить? Но, к сожалению, не все понимают, что это и есть настоящая бомжатина. Это и есть моральная злосмрадия. Думать, что можно уничтожить одних ради того, чтобы комфортнее было другим. Я не собираюсь читать здесь никаких нотаций или произносить морализаторских проповедей. Дело не в этом. Дело в том, что бомжи – это одна из гримас нашей жизни. Это социальное явление. Такое же, как и другие бездомные дети, которых миллионы в стране. Может, их тоже из пулемета косить. Бомжи, которые уже замерзли, уже ушли на тот свет, сродни тем ста тысячам молодых людей, которые гибнут в год от наркотиков. А сколько тысяч ребят погибли в криминальных разборках за последние 20 лет. Все это, повторюсь, гримасы социальной действительности. Исторический вихрь завертел миллионы судеб и перевернул их. Кто эти самые бомжи? Это самые слабые. Это самая выразительная часть народа, кинутого государством. Это те, кого обманули и у кого отняли квартиры. Это те, кто доверился различным финансовым пирамидам и вложил все, что имел. Это те, кто выходят из тюрем в никуда. И, конечно, это страшно пьющие. Страшно пьющие. Те, кого раньше лечили. И эти люди... Я помню свою юность, как я подрастал. И везде на вокзалах и на улицах было неимоверное скопище брошенных, кинутых, умирающих на наших глазах людей. Помню бомжа, как он полз на коленях, и лицо его неожиданно благообразное было похоже на предсмертную маску. Помню их лежащих в испражнениях, в мухах, и как проходят все мимо и всем все равно. Уничтожение человека на наших глазах. От этого уничтожения до всех остальных страшных катастроф рукой подать. У меня даже в голове появился такой странный сценарий фильма «Без бомжей». Как будто на окраине города Энн создан концлагерь. И туда постоянно свозят бездомных. Никто не обращает на них внимания. Ведь право же, всем наплевать, сколько, например, замерзло за зиму. 300 или 500 человек. Москва дает сигнал всей России. И вот в этом городе строго охраняемый за колючей проволокой лагерь. А потом зазельнела весна, и обыватели судачат между собой. Вот здорово! Бомжи словно сквозь землю провалились. Но у мэра этого города есть сынок. Наглый, веселый, молодой человек. И однажды он приходит в гримерку местного театра, пьет там шампанское с артистами. И как раз отыграли спектакль «Свинарка и пастух». И он надевает ахмотья пастуха. Пьяный и наглый оставляет свои документы, мобильный телефон. Бежит впереди разбитной актерской компании по центру городка Н. Потом сворачивает в кусты, типа отлить, и пропадает. И следующая сцена, он уже в лагере. Он тщетно пытается убить охранников, что он, сын того самого мэра, твердит свою фамилию, но его бьют. И на следующий день отец мечется в поисках сына. Мчится машина, бронированный автомобиль, улюкает мигалка, и высокий чиновник плачет в голос. Он летит в лагерь смерти, понимая, что опоздал. Господин Михалев, берегите себя.